Здравствуйте! Это Деньги за неделю. Программа о том, как заработать, потратить и выгодно инвестировать. Меня зовут Ирина Шипилова. Вместе разберемся в финансовых вопросах. Начнем со школьных расходов. Составим список нужных и ненужных трат. Продолжим темой о новом способе оплаты за питание школьников. Больше никаких наличных. И для тех, кто решил пропустить линейки, эксперт расскажет, как жители нашего региона ловят путевки по выгодной стоимости. Скоро в школу и предстоящий День знаний традиционно оказывается одним из самых дорогих праздников для семейного бюджета. Несмотря на повсеместные распродажи школьных товаров, в среднем собрать ученика в России в этом году оказалось на 10% дороже, чем в прошлом. А показатель инфляции сейчас напомню 3,9%. Минимальный чек по стране оказался в Красноярске 2650 рублей за портфель, форму, канцелярию и букет. Этот же скромный набор в Калининграде оказался уже чуть больше 9000 рублей. Тюмень посередине 5700 рублей. Теперь подробнее и не так экономно. Одежда главная статья расходов. Брюки, юбки и жилеты сегодня в диапазоне от 1000 до 2000 рублей за штуку. От пиджаков можно отказаться, не все дети считают их удобными. Плюс 1000 рублей на рубашке, но одним комплектом одежды редко кто обходится. Расходы смело можно умножать на два. Далее обувь. Тут старт от 1500 рублей. Нужна и спортивная форма. Школьный ранец может стоить и 400 рублей, а может и 6000. На выбор влияет возраст ребенка, вес, который ему предстоит переносить, и объем кошелька родителя. Набор канцелярии умещается еще в 1000 рублей, но оптом, конечно, всегда дешевле. И букет. Его в последнее время ученики покупают один, большой и в складчину. Итого собрать школьника реально обойдется в 12-15 тысяч рублей. Самые дорогие традиционно первоклассники. У них еще нет запасов, к тому же родители не скупятся на первые школьные фотосессии. А это еще как минимум 2-3 тысячи рублей. Еще одна школьная тема недели. Договоры с родителями на оказание услуг питания. Теперь все расчеты исключительно безналичные. Время это экономит, но как будет работать? Система во всех школах Тюмени уже с 1 сентября узнаем у директора 16-й гимназии. Это учреждение пилотно протестировало онлайн оплату в течение года. Наталья Александровна, здравствуйте. С 1 сентября все школы Тюмени перейдут на оплату питания онлайн. Ваша школа уже протестировала эту систему. Скажите, как она себя зарекомендовала? Мы в течение всего учебного года пользовались электронной системой учета питания. И родители имели возможность оплатить, не только оплатить питание с помощью перевода денег на счет ученика, но и имели возможность сделать предзаказ на ближайшие 5-10-15 дней у кого как получалось финансово. Главное, чтобы был положительный баланс. Я должна сказать, что я как руководитель вот этим процессом очень довольна, во-первых, потому что дети не отказываются от питания, потому что они едят то, что им нравится, и то, что их устраивает, вкусовые предпочтения учтены. Отходов вообще практически нет по питанию. Это очень даже здорово, хороший показатель того, что качественно готовятся, потому что то, что любят, едят то, что любят. И естественно, что это с точки зрения финансовой, для семьи, ну вот экономически целесообразно. Со стороны родителей должна сказать, что у нас переход на эту систему осуществлен 100%, так же, как наши партнеры, вот ближайшая школа номер 7. И должна сказать, что вот из наших детей и родителей 2,5 тысячи у нас сейчас обучаются в гимназии. Нареканий в адрес работы системы нет. Все довольны, очень прозрачно все, все видят, куда идут средства, как они списываются, какая льгота предоставляется. Разъясните сам механизм, где нужно регистрироваться родителям, какие пароли. Для того, чтобы эта система заработала в электронном дневнике ученика, конкретной регистрации дополнительно никакой не нужно. Просто сейчас все школы Тюменской области уже активно пользуются электронной школой, так называемой Тюменской области. Этот продукт, он такой универсальный, и родители имеют возможность получить информацию онлайн по оценкам и доступ к электронному дневнику. Для того, чтобы заработала вкладка питания, родителям достаточно заключить договор. Трехсторонний он заключается, школа, родители и поставщик питания, услуги питания. Вот этот трехсторонний договор дает основание открыть так называемый номер счета для ученика. Он привязывается к его личному профилю. И, соответственно, при заходе родителя в электронный дневник у него вот эта вкладочка появляется. Он нажимает на эту вкладочку. Все очень просто. При нажатии... Там есть инструкция очень такая подробная. Но и мы выдаем инструкции еще на бумажных носителях. Вы сказали, что возможен предзаказ. То есть родитель может выбрать меню ребенку хоть ежедневно, хоть сразу на неделю или месяц. Вот кому как удобно, тот так и делает. Кто-то не может позволить себе каждый день заходить. Он заказывает, я не знаю, на ближайшие 5 дней или 10 дней. Ну, главное там условие, чтобы на счету были деньги. Вот если есть положительный баланс, значит, этот баланс положительный можно израсходовать. Если у вас нет такой возможности положить деньги сразу на весь период, вы можете там на ближайшие два дня положить и на них заказать. Единственное, там ограничение есть, что для того, чтобы поставщик питания имел возможность закупить продукты, то вот этот срок заказа наступает с шестого дня. Если ребенок по каким-либо причинам не пришел в школу, а питание уже оплачено онлайн, можно ли как-то вернуть эти деньги? Все связано взаимно между собой. Ребенок приходит утром в школу. На первом уроке учитель отмечает его присутствие либо отсутствие на уроке. Если он на уроке отсутствует, в электронный дневничок ставится энка. Эта энка автоматически появляется в дневнике ученика и уже заранее не списывается со счета никаких средств. То есть вообще очень все просто. Бывают ситуации, когда ребенок, например, не пришел на первый урок, а на второй он подошел. Это в ручном режиме классный руководитель очень быстро все делает. В течение дня можно отнести какие-то коррективы изменения с помощью администрирования вручную. Возможно, особенно в первое время, такие ситуации, когда родители не справились с системой, не поняли, в общем, не заплатили. Ребенок не останется голодным. Ребенок, конечно, не останется голодным. Мы готовы работать индивидуально. Классные руководители на связи с родителями. Есть возможность предоставления кредитов. То есть если родитель по какой-то причине не успел положить деньги на счет, это можно сделать с телефона онлайн и еще как-то. Ну вот не получилось. Не знаю, уехал еще куда-то. То есть это можно, опять же, в ручном режиме корректировать с помощью классного руководителя. То есть никаких наличных? Не наличные. Только безналичный расчет. Причем оплата безналичным расчетом, возможно, не только вот это, ну как, организованное питание одноразовое, но еще и дополнительно к обеду добрать какие-то блюда. Ну, предположим, там, не знаю, кто-то сок хотел, кто-то пирожное купить, кто-то яблоко там или еще что-то. Такая возможность выбора свободного меню тоже предусмотрена программой. Спасибо вам большое. Пожалуйста. На этой неделе Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров. Консультировать всех жителей региона по телефону будут до 4 сентября. Все вопросы, связанные с приобретением и качеством школьной формы, одежды, обуви, констоваров, можно задать по номерам в Тюмени, которые вы видите сейчас на экране. С 9 утра и до 6 часов вечера. В муниципальных районах горячие линии доступны с 8 утра и до 5 вечера. И контакты сейчас также на карте. Номера телефонов стационарных, если есть вопрос, не забывайте набрать территориальный код. Если присутствие на школьной линейке для вас не обязательно, тюменский пейзаж можно сменить на морской. Причем сейчас самое время поймать одни из самых низких цен на путевки. Из-за 1 сентября, точнее традиционного падения спроса на отдых в это время, туры с вылетом накануне подешевели от 30 до 50%. Впрочем, Турция и Испания в августе тоже временно упали в цене. Как даты и события влияют на расходы туристов, расскажет эксперт, представитель международной сети турагентств Наталья Приходько. Наталья, добрый день. Добрый день. В этом сезоне турфирмам снова было неспокойно, как было неспокойно и в зонах отдыха. Испания пережила двойной теракт, Турция, вирус Коксаки. Как это все повлияло на рынок? Катаглизмы, безусловно, влияют. Цены на билеты, я бы не сказала, что на регулярные рейсы это как-то отражается, вот события происходящие в стране. Но что касается рейсов чартерных и обязательств операторских, там, конечно, каждый катаклизм, который случается, каждый теракт, каждое погодное явление, оно тут же отражается на спросе. Ну и, соответственно, на цене. Как увеличивается спрос с помощью падения стоимости? И действительно, там, в первую неделю после того, как что-то произошло, можно приобрести путевки в страну, в данную, ну, о которой мы сейчас говорим, по сниженным ценам. То есть в случае ЧП одни туристы опасаются ехать и сдают путевки, а для других это возможность выгодно отдохнуть. Да. И туристы вообще диаметрально вот так делятся. Вообще, туристы есть те, которые вот там свято верят в какие-то теории заговора и знают, что там это все надуманное, и они вот только и ждут, когда что-то случится, и они вот тогда готовы. И тем не менее, как показала ситуация на прошлой неделе, отказов мало. Люди не хотят терять деньги. История июля у нас – это вирус Коксаки, который каждый второй, я по сто раз в день рассказывала, что вирус в принципе не опасен, уговаривала туристов, как могла не отказываться. Потом Роспотребнадзор сообщил, что мы возвращаем стоимость путевок, что на самом деле противоречит абсолютно той картине, которая есть у нас в реальности. Никто не возвращает стоимости, операторы штрафуют согласно договору, зависит от того, какое количество дней у вас по договору. И единственные рекомендации, которые нам давал оператор – не доводить до суда по теракту с Барселоной. Да, действительно, это серьезное очень происшествие, но, опять же, никаких запретов для поездки в Барселону нет. И вы отказываетесь, пока нам официально власть не запретила, мы не можем ничего сделать, никаких рычагов давления на оператора у нас нет. Отказываетесь, но мы вас штрафуем. Тогда горящие туры, которые всегда появляются после определенных событий или дат, это не отказные путевки? Я думаю, что спрос вообще просто, то есть, его как отрезало после теракта. То есть, я не думаю, что это отказные туры, все-таки агентства как так или иначе уговаривают туристов, ну, кого-то уговаривают, кого-то стращают штрафными санкциями. Но в любом случае, это не отказные туристы, думаю, что там их неизначительное количество, это просто продажи встали. Естественно, оператор понимает, что у них две недели на визу, еще, значит, надо вот то, что будет продаваться в сентябре, уже надо снижать на сентябрь, потому что это в любом случае опасно, чревато тем, что убытками для операторов, которые, естественно, в свой рейс там закладывают билет 200 евро, и он должен стоить 200 евро. Чему будут учить взрослых с 1 сентября, и притом бесплатно, поговорим об этом в следующей программе. Увидеть эту и все предыдущие выпуски вы можете на нашем канале Тьюмин Тайм в Ютубе. На этом все. Увидимся через неделю в это же время. Редактор субтитров А.Семкин